Добрый день, меня зовут Эмилия Вивдич. Наш доклад посвящен изучению термодинамических параметров многостадейной эволюции пород Мейерской надвиговой зоны. Тему доклада вы можете прочитать на этом слайде. Несколько слов о самом Мейерском надвиге. Наш интерес к Мейерской структуре вызван тем, что она является юго-восточным окончанием региональной Рахиладожской шовной зоны протяженностью более 400 километров. Во всеверном Приладожье мы наблюдаем сочинение двух крупнейших тектонических блоков свекотенского щита. Это палеопротерозойская подвижность векотенский пояс и архейский карельский кротон. В докладе будет в основном идти речь об оценке ПТ-параметров метаморфических и метаинтрузивных пород. Нами были получены сведения о многостадейном развитии пород и, соответственно, самого надвига. Мы расскажем о ПТ-условиях формирования пород и результаты термобарометрии получены с помощью различных инструментов термобарометрии. Итак, Мейерская надвиговая зона. К артированием установлено, что она протягивается в субширотном направлении не менее чем на 40 километров при ширине около 20 километров. Истинная мощность при этом составляет 6-8 километров. Принадлежность части породка крайней карельского кротона, а другой части породка крайней сфикотенского пояса позволяет выделить здесь два домина, соответственно, северный и южный, которые также являются автохтонным и алохтонным блоками изучаемого надвига. Нами было проведено петрографическое изучение пород Мейерской надвиговой зоны. Были выделены так называемые сквозные минеральные парогенезисы и ассоциации. То есть такие минералы, которые встречаются и в породах автохтонным, и в породах алохтонным. И на основе которых мы получили данные о ПТ-параметрах формирования зоны сочленения. Также мы постарались обоснованно выбрать некоторые термометры и барометры, чтобы получить данные о температуре и давлении. Обоснование этого выбора будет дано чуть позже. В зоне надвига сильно проявлена метаморфическая переработка ранних парогенезисов с образованием парогенезисов биотит мусковитовых гнезов и более низкотемпературных фаций. Справа на слайде вы можете увидеть фотографии шлифовок некоторых типов этих пород. Обратите внимание, что на территории надвига также распространены гранаты, содержащие парогенезисы. Это отображено на рисунке слева. Здесь помимо отображения гранат, содержащих парогенезисов, количественно охарактеризована степень замещения граната. Так, в мере его замещения цветом выделены три градации. Первая – это порода с замещением граната менее 10%. Вторая – порода с 10-30% замещением граната преимущественно зеленым биотитом. И третья – порода с замещением граната свыше 30% преимущественно бурым биотитом. И хотя замещение проявлено повсеместно, но оно неоднородно по площади. И максимальная степень наблюдается к северу и северо-востоку от острова Хаус. Таким образом, простые петрографические наблюдения позволяют предполагать неоднородность проявления наложенной минерализации в ходе эволюции мерзкой надвиговой зоны. В изученных нами породах распространенным минералом является гранат, с которым сосуществуют биотит, мусковит, флагиокласс и кварц. Минералы переменного состава – формулы вы можете увидеть на этом слайде. Они встречаются как в породах автохтона, так и в породах алахтона. Количество и местоположение изученных образцов вы можете увидеть на рисунке слева. Справа приведена диаграмма состава гранатов в изученных породах. Как можно судить по диаграмме, гранаты в основном являются перо-альмандиновыми с небольшой примесью гроссидярового компонента. Также наблюдается в некоторых случаях повышенное содержание спесартинового минала, но оно, как правило, не превышает 10-15%. Некоторые особенности состава биотита показаны на этом слайде. Здесь на диаграммах по горизонтальной оси отложенному магнезиальность в вертикальной оси приведено содержание алюминия в тетраэдрической и актаэдрической позиции и титана в актаэдрической позиции. Обратите внимание, что видимый разброс состава биотита прямо коррелируется с генерациями, выделяемыми для этого минерала. Так, наиболее титанистый и наиболее магнезиальный биотит относятся к ранним генерациям. Его мы можем увидеть в матриксе породы. Наиболее железистый и наименее титанистый биотит, как правило, более поздняя генерация. Мусковей встречается реже. Некоторые особенности его состава показаны в левой части текущего слайда. На диаграммах по горизонтальной оси отложено содержание калия, по вертикальной приведено содержание кремния в тетраэдрической позиции и алюминия в актаэдрической. Отметим, что эти параметры, а именно кремний и шестерной алюминий, являются компонентами уравнения гранаду с ледяного барометра, о котором мы расскажем чуть позже. Состав по геоклазу в изученных породах приведен на диаграмме справа. Как мы можем видеть, состав меняется от 25 до 40 номера в основном по содержанию анартитового минала. Примесь ортоклазового минала незначительна. До 3% в единичных случаях, что также можно увидеть на диаграмме. Мы использовали следующие минеральные реакции. Они показаны на этом слайде. Первая реакция железомагниевого обмена между гранатом и биотитом. Это общепризнанный хороший термометр, благодаря тому, что он откалиброван хорошо эмпирически, существуют хорошие термодинамики для граната и биотита, и на положение линии реакции практически не влияет значение давления. Остальные реакции, а именно с участием биотита и совместно биотита и мусковита, являются потенциальными барометрами, благодаря их субпараллельному залеганию относительно оси температуры. В нижней части слайда представлены диапазоны минеральных составов, для которых были выведены уравнения регрессии, и диапазоны условий, для которых применяются эти уравнения. Отметим, что рассматриваемые нами минеральные составы вполне соответствуют приведенному диапазону. На этом слайде приведены результаты определения температуры и давления для парогенетиса гранат, биотит, плагиокласс, кварц и мусковит, содержащих парогенетисов. Слева на слайде это отображено в графическом виде, справа в виде таблицы. Видно, что диапазон формирования минералов в изученных породах достаточно узкий, хотя их хватывает температуры от 500 до 630 градусов по Цельсию и давление от 1 до 6 килобар. Обращаю ваше внимание на то, что породы, выделенные здесь красным, характеризуются диапазоном повышенных температур от 580 до 630 градусов по Цельсию при значениях давления от 3,5 до 6 килобар. Породы, выделенные желтым, характеризуются диапазоном более низких температур от 500 до 590 градусов по Цельсию при значениях давления от 1 до 3 килобар. Таким образом, результаты геотермобарметрии свидетельствуют о более низкобарическом режиме формирования мусковит, содержащих парогенетисов, что вполне коррелируется с петрографическими наблюдениями. Мусковит наблюдается в качестве наложенного минерала, образующегося после биотита. Здесь вы можете увидеть результаты схематического деления пород Мирской надвиговой зоны по оценкам температуры и давления для гранат биотитовых и гранатов срединых парогенетисов. На рисунке сверху приведены деления на подобности с разными значениями температур, на рисунке снизу деления на подобности с разными значениями давления минерала образования. Помимо выше приведенных образцов, нами были изучены породы, содержащие минеральные парогенетисы с признаками получения давления. Наиболее интересными и информативными оказались минеральные парогенетисы в образце B2450. Он содержит такие минералы, как гранат, биотит, плагиокласс, кварц, роговая манка, эльминит и апатит. Если в преобладающем большинстве изученных пород гранат является перопальмандиновым азональным или со слабой регрессивной азональностью, то в B2450 гранат – гроссуляр альмандинового состава. Причем содержание гроссулярового компонента достигает 19%, против 2-5% в большинстве гранатов из большинства изученных пород. Железистость биотита – 0,66. Также для него характерно повышенное содержание титана. Отметим, что алюминий в актеидрической позиции и титан в актеидрической позиции соотносятся в пропорции 2 к 1. То есть в отличие от биотита в других образцах, в B2450 он низкоглиноземистый. Справа приведена диаграмма составов плагиокласса. Для B2450 характерен более основный плагиокласс, номер которого меняется от 46 до 56. Таким образом, присутствие роговой обманки, крассуляр альмандинового граната, биотита с повышенной содержанием титана и низкоглиноземистостью, а также плагиокласса, риадо-эндезин-лаборадор, определяют специфику этой породы. Появление роговой обманки в минеральном составе также позволило нам расширить набор используемых термобарометрических инструментов, чтобы уточнить температуру давления образования породы. Так, помимо ранее использованного гранат-биотитового термометра и гранат-биотит-плагиокласс-кварцевого барометра, появилась возможность применить амфибол-плагиоклассовый термометр. Отметим также, что диапазон минеральных составов и условий вполне соответствуют тому, что был тому диапазону, который использовался для калибровки этого термометра. Помимо биминеральных термобарометров, для уточнения и проверки значения температуры и давления были получены мультиравновесные диаграммы. Для этого мы использовали компьютерную программу ТВИКУ. На слайде вы можете увидеть результат, например, графического определения температурных аборических параметров методом пересечения множественных реакций. Так, пересечение минимум трех независимых реакций указывает на установление равновесия между минералами. Нами был использован образец, содержащий гранат, кардиорит, биотит по геоклассам мусковит. Результаты показали, что особенности, выявляемые мусковитовыми парагенезисами, подтверждаются кардиоритовыми парагенезисами в гнессах с повышенной длинноземистостью. Справа на диаграмме с синей стрелкой обозначен ПТ-тренд для гранат двуследяного парагенезиса. В целом устанавливается хорошая сходимость определения ПТ-параметров, полученных с помощью классической и мультравновесной термобарометрии. Справа можете увидеть результаты определения температуры и давления для парагенезиса гранат и амфибол. Сначала скажем, что здесь представлена безнатровая система. Давление от 8 кБ и выше, которые обозначены желтыми точками хорошей сходимости минеральных реакций. И остальные точки, которые также представляют с собой пересечения, но с большим отклонением от равновесия, в совокупности дают нам ПТ-тренд этой минеральной пары. Отметим, что полученный тренд похож на то, что нам дают другие минеральные пары. Постараемся суммировать полученные данные. На этом слайде вы можете увидеть результаты геотермобарометрии для всех изученных пород. Ранее полученный нами тренд обозначен здесь красной точечной линией с стрелкой, рядом с которой расположены точки ПТ-оценок для гранат-бейтитовых и гранат-вусюзенных гнейсов. Если ранее наши данные позволяли выявить особенности только поздней стадии развития минерской надвиговой зоны, добавление новых данных позволяет выделить участки тренда с более высокими температурами и заметно более высокими давлениями. Таким образом, отчет в развитии пород минерской надвиговой зоны, отчет его выделяют три стадии. Первая – повышенных давлений и температур, вторая – умеренных давлений и температур, и третья – низкобарическая и наиболее низкотемпературная стадия. Давление 8 кБ, которое превышает давление в окружающих породах на 1-2 кБ, возникло, скорее всего, в результате дополнительной тектонической нагрузки в условиях тангенциального сжатия при надвигании пород сверхофенского подвижного пояса на породы окраина карельского крота. Благодарю за внимание.